Следующее упражнение нашего попного комплекса упражнений, который и так нужен, и так эффективен, это приседания с широкой постановкой ног у нижнего блока кроссовера. Нужно присесть, технично взять вес, чтобы не повредить спину, с прямой спиной. То есть наклоняться нельзя. После чего мы начинаем выполнять приседания с немного разведенными стороны носками и практически неподвижными коленями, вставая с упором в пятки обязательно и оттягиваясь затылком назад. То есть вы должны как бы подобрать достаточно большой рабочий вес, чтобы вы не упали назад. Потому что если вы не будете вставать в пятки, отклоняясь назад, не получится акцента именно на ягодичных. Отлично, спасибо большое. Как правильно заканчивать? Подходим вперед и с прямой спиной приседаем. Я тоже можно сделаю? Нормально. Вот я поймал и тоже начал чувствовать ягодичные мышцы. Чем глубже сядешь в этом упражнении, тем больше ягодичные мышцы ты почувствуешь. Отлично. Кристина, упражнение очень сложное, тем более для первого раза. Поэтому основные моменты. Спину ровно. Подходим. То есть если ты вот так вот возьмешь вес, то можно повредить позвоночник. То есть носочки в стороны, подсела, да? И с прямой спиной ногами немножко назад вот туда встала. Отошла. И приседаем и выпячиваем попу. И чувствуем баланс, чтобы тебя ни вперед, ни назад не уносило. И упираемся в пяточки. И немножко назад вот так встаем. Раз. И сжали ягодичные мышцы вверху. Я прямо их стиснул. И потом я чувствую на вот этом сжатии, когда я заканчиваю. Правильно, Эльвира? Прям попа. Необычные такие ощущения, понимаешь? Так, ставим тебе вес 35 килограммов. Может даже 30, но не будет тогда противовеса. Подходим. Приседаем. Берем руку на руку. Нет, так ты не сможешь взять. Хват. Обратите внимание на хват. Одна рука, сверху вторая рука. Спинку ровно присели. И держим спину прямо. Лопатки вот так. И с прямой спиночкой встаем. Раз. Управись в пятки. Отходим назад. Еще, еще, еще. Все. Носки расставляем. То есть мы отходим назад, чтобы был правильный угол приложения нагрузки. Теперь держим спину. Чуть выпрямись. Садись вниз. Не бойся, я тебя держу. И немножко назад на меня вставай. Вот сюда, вот сюда. И сжимай попу. Попу назад. Хорошо. Раз. Встаем и оттягиваемся затылком назад. Чтобы тебя не тянуло вперед, назад давим. Да, 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 да. Нет. Вот это было повторение неправильным. Колени пошли вперед. Выпячивай. Садись. И выпячивай назад таз. Вот. И так же назад вставать. Вот. Вверху сожми ягодички. Сжимай. Выпячивай ягодицы. И встаем назад. То есть если тебя перестанет носить вперед, значит ты делаешь правильно. Не бойся вот так вот назад отклоняться. Грудь держим поднятой, лопатки сведенными. Тот вариант, который мы сейчас делали, это в принципе изолированный, изолирующий вариант выполнения упражнений для ягодичных мышц. Поэтому использовать большой вес будет сложно. Но если в вашем блоке кроссовера много блинов, я все равно советую постепенно с каждой тренировкой добавлять. И если, допустим, проблемы есть со спиной, лучше вес поменьше 15-20 повторений. Если у вас мышцы поясницы закачаны, то наоборот вес повышаем, доходим до 8 повторений. И советую выполнять это упражнение в комплексе упражнений для ягодичных мышц. Один раз в неделю с максимальной интенсивностью и по желанию еще один раз в неделю со средней интенсивностью. То есть нагрузки поменьше. Очень важно во всех упражнениях, что мы вам показали, в этих комплексах для ягодичных мышц, правильно дышать. При сокращении мышц попы, то есть при вставании, если это приседание, или при выжимании, если это жим, при толчке, если это толчок ногой, нужно делать выдох. При расслаблении, растяжении мышц мы должны делать вдох. Перед тем, как мы покинем вас, я советую вам посмотреть прошлый выпуск, там, где мы показывали потрясающие упражнения совершенно, которые выглядели весьма и весьма пикантно, особенно в исполнении вот этих девушек. Это жим с широкой постановкой ног в машине Смита. Нажав на эту видеонотацию, вы можете посмотреть, насладиться этим зрелищем невероятным. А сейчас мы прощаемся с вами и до следующих встреч. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!